Вашим учебником будет этот альманах. Слово альманах означает сборник. Когда я собирала первый альманах, я не думала, что будет 2-й, 3-й, сейчас я отнесла 4-й, поэтому он без номера. А дальше будет выпуск 2-й, 3-й, и вот сейчас готовится 4-й. Альманах — это сборник тематический на какую-то определенную тему. Здесь по истории русского баптизма, но она начинается издалека, вот этот первый посвящен нашим предшественникам. Различным евангельским направлением на Руси начиная с 14-го века. Ну, это все фантастика, это все удивительные вещи совершенно, что в чем-то мы отстаем, а в чем-то мы как-то впереди Европы все оказываемся. Это так, как всегда было. Значит, тема, с которой я к вам приехала, это история христианства на Руси, и конкретно это предшественники. И начало христианства на Руси, и появление первых евангельски ориентированных течений. Эта книга собиралась не сразу, это несколько лет. Я работала в архиве Казанского собора, в куполе его, этот архив находился. Это были счастливейшие часы у меня, проведенные там, и много удивительных вещей я открыла, и поделюсь с вами. Значит, принятие христианства на Руси всем известно, 988 год, император, князь, великий князь Владимир, которого народ прозовет потом, Владимир Красное Солнышко. О нем мы почитаем с вами, вот и у Санникова, и я расскажу. Но до того, как пришло христианство, официальное христианство пришло в Руси, здесь было еще много интересного. Я начну рассказ о христианстве на Руси с истории появления текстов Писания, можно сказать, апостолов русских первых. Это Кирилл и Мефодий, это Кирилл и Мефодий, солунские братья, фессалоники, солунские братья. Каким образом вообще Восток христианизировался? Ну, на все свои длинные истории. Дело в том, что когда Владимир принимал христианство, уже Римская империя была разделена на две части, западная и восточная. В основе этого деления лежат две древние культуры. Вообще, какие вы знаете древние культуры? Можете назвать? Шумерская. Шумерская, молодец. Вот еще? Ассирийская, Вавилонская, Вавилонская. А вот мы с вами говорим с вами уже европейские. Это греческая и римская. И какая первая из них? Греческая. Понимаете ли? И два города, Византия и Рим. И какой город будет более культурный, с наследием богатым, развитием? Какой? Рим или же Византия? Вот хочется сказать Рим, да? Византия. Византия. До сих пор путешественники говорят, мы потрясены величием этого города, который сейчас город Стамбул. Потрясены величием этого города, Византия. И вот эти два города стали центрами по воле первого христианского правителя, который это определил. Константин, его называют Константин Великий, который стал первым христианским императором, победив всех своих соперников. Он стал единовластным правителем Римской империи. Но он столицу своей. Вы понимаете ли? Маленькие события, которые потом определяют, огромные последствия производят. Он не хотел свою столицу делать в Риме. В Риме было сильное язычество. В Риме были его противники. Поэтому он решил новое царство, новая столица. И он взял маленький город Византий. И он построил там вот эту столицу, Византию. И она стала его столицей. И таким образом появилось в единой Римской империи появилось две столицы при одном правителе. Но так было недолго, потому что уже в 395 году. В 395 году император Феодосий уже посадил двух императоров своих детей. Получилось две столицы при двух императорах. Нужно было разделить земли. Разделили земли. Это на восток, это на запад. Вы чувствуете корень-то? Откуда восток и запад? Ну и ладно, и ничего бы. Ну, две столицы, два императора разделили земли. А потом развиваются вместе. Но вместе они не развивались. Они пошли совершенно разными путями. И это уже такой промысел. Это не то, что они хотели так. Дело в том, что Запад, на Западе Рим в 476 году пал под ударами захватнических годских племен, немецкие племена. Годские немецкие племена, которые населяли север Европы. Это были довольно дикие люди, иногда без письменности, очень воинственные. Из них брали иногда в римскую армию солдат. Но, вы знаете, удивительнейшие вещи. История интереснейший предмет. Вы понимаете ли, Рим непрерывно выдерживал нападение этих варваров? Да всю свою жизнь, все тысячи лет. Варвары хотели плодородных земель, богатство Рима, пленников захватывали. Это всю жизнь. Рим построил чудные дороги, чтобы быстро справляться с этими мятежами. Но, однако, вот в 476 году Рим пал под ударами этих язычников. Почему он пал? Вы знаете что? Я вам читаю историю христианства с точки зрения Библии с христианской точки зрения. И я знаю, что это так же, как Чиадаев сказал. Удивительные слова он сказал, что никогда никакие великие перевороты не происходит по причинам экономическим, материальным. Он сказал такие слова. Материальные обстоятельства никогда не бывают первопричины крупных исторических событий. Это всегда в основе лежат религиозные причины. Но вот в данном случае падение Рима. То, что варвары захватили Рим, это не причина, потому что они всегда стремились это сделать. Почему же пал Рим? Рим пал из-за христиан, которые пальцем его не трогали. Слышите, дети мои? Которые никогда не нападали, никогда молились за императоров, законопослушны были и как Писание учат. Но понимаете, что получилось? Получилось, что появилась живая вера в живого Бога. Пали римские боги. Все поняли это куклы по сравнению с живой верой христиан, которые кровью своей платили за свою веру. Вы знаете, как уничтожали первых христиан. Вот из их крови родилась эта сила. И когда пала религия Рима, вот это язычество, то пал и Рим, потому что есть исторический закон. Послушайте внимательно. Закон такой. Ни одно государство не может пережить гибели своих богов. Вы поняли мысль? Ну или, скажем по современному языке, гибели своей идеологии. Потому что государство держится идеей, идеологией. Когда она падает, то государство не выдерживает этого. Вы видите современное звучание этого закона, да? Так вот, из-за христиан. Потому что христиане верили в живого Бога. И с этой верой не могли конкурировать никакие рукодельные, домодельные боги. И дальше что случилось с Западом? Ну вот Рим горит, пылает, император убит. Какую позицию занимает церковь? Когда её император убит, когда враги наполняют город, столицу, грабят весь Рим и западную часть Римской империи, захватывают земли, образовывают свои графства, королевства, курсюрства и прочие, кто сколько с чего захватил. Какую позицию занимает церковь в этом? И здесь я могу сказать, это великое и неизбежное, и единственное решение. Церковь открывает свои объятия этим варварам. Слышите? Завоевателям. Начинается великая христианизация народов. То есть миссионерство стало единственным... Выбора как-то не было. Или тебя тоже уничтожат, или тебе надо их христианизировать. Вот ситуация. И началась и великая христианизация этих саксонских, потом английских, французских, нюнгерских, германских племён. Пойдут миссионеры. Более увлекательного чтения, чем история миссии, по-моему, не существует. Вы понимаете, каждый раз это всё необыкновенно. В Ирландии Патрик выходил на лужайку перед дворцом короля и кричал, кто хочет слушать о живом, единственном боге. Во дворце находились желающие. Король принимал христианство, за ним весь народ. Понимаете? У другого во Франции была жена верующая. Она крестила детей. Она его побуждала тоже обратиться ко Христу, но он был хиквоинственный. И вот однажды он терпел поражение от врагов и помолился Богу так, что, Боже, в которого верит моя жена, помоги мне, и я весь народ приведу к тебе. Понимаете как? И Бог дал ему победу, и он должен исполнять, но ему не хочется. И он говорит, ну а хорошо, я готов, ну а народ-то что скажет? Мой народ что скажет? И когда он вышел и поговорил с народом, весь народ закричал, добрый король, не хотим мы верить в этих богов, которые нам не помогают. Мы хотим верить в Бога Клотильды, жена. В общем, понимаете? Это все истории. Каждая христианизация каждой страны и каждого человека – это удивительнейшая история. Так вот, началась христианизация всей Европы, потом Англии, потом Скандинавии, потом Америки. Это потом опять потрясающие вещи относительно того, что материальные, как мы говорили, обстоятельства не бывают первопричиной крупных исторических событий. Ведь не была еще открыта ни Южная, ни Северная Америки, ни Австралия. И поэтому христианство странилось только здесь. Но надо было ввести в обороты и другие континенты. И начинаются кругосветные путешествия. Но что я буду рассказывать вам? Это жажда денег, власти, прирастить корону испанскую или корону, понимаете ли, государства, чтобы укрепить, чтобы усилить новыми землями. Но это прекрасно, это материальное обстоятельство. Но в основе это лежит, Бог сказал, будет проповедано сие Евангелие Царствие по всему миру, всем народам, и тогда придет конец. Вы понимаете ли? Да, он приводит нам, где наше дело, но он делает свое дело. Если эти страны неизвестны, и туда никто не может пойти, понимаете как? Это делает Бог. Начинаются путешествия Колумба, Васка де Гамма, Магеллана, кругосветные путешествия. Это увлекательно читать и слушать, что их вело. Их вела сила большая, чем приобрести для королевы Изабеллы золотые игрушки. Вы понимаете ли? Что-то вело их. Поэтому введены были в обиход вот эти страны, там началась христианизация. Это вот Запад все. Это все Западная империя. И там не было императора. Император был убит там еще, до падения Рима. Там был папа, главой церкви. И были разные короли различного ранга в Европе. И власть получалась... Я вам сейчас покажу. Вот власть этих королей и власть папы, двоевластия. При двоевластии всегда есть известные какие-то возможности свободы. Ты можешь апеллировать либо вот к папе, либо к какому-нибудь королю. Потом из них там императоры выделиться. Понимаете? Двоевластия. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Структура Востока была совершенно иная. Здесь мы с вами вот к центру подходим. На Востоке Византия на тысячу лет переживет Рим. Падение Византии тоже будет. И знаете что? Если вы внимательно слушали курс патристики, вы должны знать, почему пала Византия. У вас что-то в головах так отразилось или нет? Будет падение Византии в 1453 году и тоже прелигиозным причинам. Потому что сама восточная часть империи внутри себя разделится. Вы помните, там был Халкидонский собор? Вы помните, когда спорили о двух природах Христа? И были монофизиты, которые говорили только божественная природа. И монофизиты составляли большинство окраинного Востока. То есть сама Византия правильно, ортодоксально мыслила, что и божественная и человеческая природа Христа вместе. А весь Восток, это имеется в виду и Малая Азия, там и Персия, и Египет. Понимаете, они все мыслили, что у Христа одна природа божественная, а человеческая так видимость, кажимость. И они фактически разделились. Было разделение внутри империи. И когда потом будут арабские завоевания 6-8 века, арабы легко захватят эти территории, потому что мусульманцы тоже говорят «Аллах один». Эти территории легко захватят. В общем, такая вот история. Дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Мы знаем это библейское правило. Поэтому Византия так тоже не устояла. Когда на нее окружили турки, долго осада была. Потом она была взята турками. И сейчас это Стамбул. Вы видите, как интересно, какая в основе лежат религиозные причины. Византия, восточная часть империи, не была миссионерски настроена. В отличие от Запада. Вы поняли, Запад миссионерствовал, потому что у них выбора не было. На Востоке никто так не прижимал. На Востоке не было миссионерства. Очень интересно, что если посмотреть деяния апостолов и посмотреть первые миссионеры, апостолы, А их движение было именно на Восток. Это будет Эфиопия. Помните Эфиопа в Евангелии описанного? Это будет Персия. Это будет даже Индия. Вот куда будут заходить. Но это было на первые века. А потом, вот не было миссионерства, в Западе там Запад трудился. И так было до крещения Руси. То есть Византийская империя приобрела для христианства одну только Русь. Но это оказалось просто очень еще большая. В общем, большая территория. Русь. 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 Субтитры подогнал «Симон»